Дорогая церковь, мы будем сегодня продолжать из книги Деяния апостолов. Перед этим я хотел, чтобы мы все стали. Проповеднику очень легко проповедовать, когда атмосфера в церкви, она открыта и она наполнена Духом Святым. Проповеднику легко проповедовать, когда молодые люди высосредоточены на то, чтобы слушать Слово Божье. Сегодня я хотел, чтобы мы сделали такую двухстороннюю молитву. С одной стороны, мы помолимся, чтобы Бог открыл наши сердца, чтобы слушать Его Слово. Чтобы Он убрал от нас все вещи, которые отвлекают нас. Мысли, заботы, переживания. Дорогие молодые люди, может быть это ваши друзья, которые сидят рядом с вами, которые мешают вам слушать служение. А может это вы кому-то мешаете. И я сегодня попрошу, чтобы вы помолились. Чтобы ваше внимание было сосредоточено на Иисусе и на то, что Он желает сказать вам сегодня. С другой стороны, я желаю, чтобы вы, как церковь, помолились и благословили меня и переводящего меня переводчика. Чтобы действительно Слово Божие, то, что хочет Бог сказать церкви, оно могло донестись Духом Святым для вашего сердца. Господь, мы благодарим Тебя за эту привилегию, возможность быть в Твоем доме. Господь, открой наши сердца, чтобы мы были готовы слышать то, что Ты хочешь сказать нам сегодня, Господь. Убери, Господь, все, что отвлекает нас от Тебя и от Твоей славы во имя Иисуса. Все переживания, всем ненужные мысли. Господь, людей, которые сидят рядом с нами, которые отвлекают нас, Господь, убери, Господь, все, что отвлекает нас, Господь, от Тебя. Чтобы мы все сегодня были сосредоточены слушать то, что Ты говоришь к нам. Господь, благослови мои уста, благослови мой разум, чтобы он смог передать именно то, что Ты положил сегодня в наши сердца. То, что на Твоем сердце, то, что Ты желаешь сказать. Аминь. Сначала я хочу дать небольшой контекст. Книги Деяния Апостолов. Книга Деяния Апостолов – это вторая книга. Это вторая книга. Это вторая книга. Это вторая книга. Это второй том книги Луки. И поэтому, чтобы понять, что говорит Книга Деяния Апостолов, нам нужно понять, что хочет сказать Лука. Когда мы открываем Евангелие от Луки, первую главу и первые стихи, они говорят, почему Лука написал вот эти две книги. Итак, давайте прочитаем вместе. From the first verse, первый стих. Many have undertaken to draw up an account of things that have been fulfilled among us. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. Значит, Лука не был первый человек, кто писал об этом. И в втором стихе Лука продолжает. Как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями Слова. That means Luke did not see this himself, but he took the knowledge from people who were eyewitnesses of the accounts. That means he didn't just hear a story from someone. He went and talked to the people who were part of what was happening. Лука не просто услышал какую-то историю где-то, но он взял вот эту информацию от людей, которые непосредственно были причастны к этому. And in the third verse he continues and he says, И в третьем стихе он продолжает и говорит, With this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, То рассудилось и мне по тщательному исследованию всего с начала, I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus. По порядку описать тебе достопочтенный Theophilus. So, Luke heard from the eyewitnesses, investigated in detail, and then decided to write an account. Значит, что сделал дело Лука? Он взял информацию от свидетель, которые непосредственно были там, и очень тщательно, детально все это исследовал. So that you, and now this is the reason why he's writing it, So that you may know the certainty of the things that you have been taught. И здесь, вот в этом стихе говорится, причина, почему он писал вот эти книги. Чтобы ты узнал твердо основание того учения, в котором был наставлен. See, the book of Luke and the book of Acts, which we're going to be going over, were written to give substance to our faith. So that we may know that the things that we believe in weren't some dreams that are dreamt of, dreamt up by somebody. Чтобы мы знали вещи, в которые мы верим. Это не есть просто мечты, как кого-то. But there are things that actually happened. Но это события, которые произошли. And in fact, the book of Acts, И книга об Диане Апостолу, Written to Theophilus and in Theophilus to all Gentiles, Написано к Феофилу и также через Феофилу всем язычникам, Was written to show how the first church, What God has in mind for the church, Он просто написал, чтобы объяснить, Какие у Бога были планы для церкви. And it is shown to the first church, But God is not just trying to show what He has in mind for the first church. Through the first church, God has shown what He has in mind for the church for all ages. И Бог хотел показать, что то, что в Него было, Какие у Него были планы не только для первой апостолька церкви, Но для церкви всех поколений. And one of the strongest thoughts that I see Through the description of the first church, Is that church was not meant to be a Sunday occurrence. И самое сильное, что я вижу, Что какая цель церкви, Это не для того, чтобы просто собираться по воскресенье. Church was meant to be personal. Церковь была предоставлена, чтобы это было личное. It is something that everybody was a part of. Это то, что каждый член церкви должен быть частью этого. It meant every day of the week. Это обозначает, что каждый день, Каждую неделю, The early church lived church life every day, every moment. И ранняя церковь, она жила церковной жизнью, Каждый день, каждый момент. They gathered whenever they could. Они собирались, как только они могли собраться. They shared possessions. Они делились своим имением. И мы можем видеть, что их круг жизни был вокруг церкви. Instead of church circling around their lives. Вместо того, чтобы церковь окружала просто наши жизни. И сегодня мы будем focus на 2 главе Деяния Апостолов. And we're going to take 3 thoughts, 3 мысли, That are displayed in this chapter. Что именно показаны именно через эту главу. First one is living in fellowship. Первое, что они жили в общении. The second thing is they lived in favor. Второе, они жили в любви. And the third thing is that they lived in spirit. И третье, они жили по духу. Friends, I want to set the stage. Дорогие друзья, я хочу дать такую главную мысль. Do you imagine the first church? Вы когда-нибудь представляли раннюю церковь? This group of people had followed a leader. Вот эта группа людей, они и шли за лидером. Who was the son of God. Кто являлся сыном Бога. He healed. Он исцелял. He healed the blind. Он исцелял слепых. The lame. Хромых. He raised the dead. Он воскрешал мертвых. He walked on water. Он ишел по воде. He turned water into wine. Он перевращал воду в вино. Он делал, что хлеб размножался. Он изгонял демонов. И за три с половиной года вот эти люди, они наблюдали, что этот человек делал. И даже в некоторых обстоятельствах, вот эта группа людей, они даже принимали участие в том, что делал Иисус Христос. И он, all of a sudden, this man was crucified. И вдруг его распили. He resurrected. Он был воскрешен. И также он вознесся на небо. И они остались одни. With a promise. С обетованием. That he would send a spirit. Что он пошлет дух. A spirit who is going to comfort. Дух Святой, который утешит. Who's going to teach. Наставит. And who's going to guide. И кто проведет. This reminds me a little bit of my first job. My first official job. Это сильно напомнило мне мою первую официальную работу. I was 15 years old. Мне было тогда 15 лет. I got a job at a Burger King. И я нашел работу в Burger King. And this Burger King was going to be opening up. It was closed down for remodeling. And I was going to be working the first day. И этот Burger King, он был закрыт для перестройки, для ремонта. И когда оно открывался вновь, это был первый день моей работы. И перед тем, как я начал работать, я прошел некоторую тренировку. И когда я пришел на первый день. И я начал работать перед тем, как начался обед. И я думал, что я знаю все, что нужно делать, быть на кассе. Но потом пришел первый тяжелый посетитель. Вы знаете, те, которые заказывают сэндвичи. With light mayo. Чтобы было мало майонеза. Double tomatoes. Чтобы было двойное помидор. No lettuce. Чтобы не было капусты. And one toasted bun. И чтобы одна часть была поджарена. And then after the order. И после этого заказа. They changed their mind. Он меняет свое мнение. And says, I want to order something else. И потом говорит, нет, я хочу заказать что-то другое. At this point, your register looks like a stoplight. You have no idea what to do. И в этот момент твоя касса смотрится как будто светофор. И ты не знаешь, что с ним делать. И ты смотришь на эту кассу. The line is starting to build out the restaurant. И линия встает большая потом. Большая, большая. And you look to the side. И ты смотришь на сторону. И ты потом начинаешь просить помощь у своих соработников. You had received the training. Я получил тренировку. I should have known what I was doing. Я должен был знать, что мне делать. But the first trial came. Но первое испытание пришло. And I got in trouble. И я попал в проблему. This is the same situation that I see in the first early church. Вот это примерно похожая была ситуация в ранней церкви. They kind of had an idea of what to do. Они примерно знали, что им нужно делать. But not really. Но не очень. But what they did next is something that I want us to pay attention to. Но что они сделали? И я хочу, чтобы вы особо обратили на это внимание. If we can read the first verse of Acts chapter 2. Если мы можем прочитать первый стих второй главы Деяния апостолов. It says, when the day of Pentecost came. При наступлении дня Пятидесятницы. They were all together in one place. Все они были единодушно вместе. Friends, when they did not know what to expect or what to do. Guess what the first church did. Дорогие друзья. Когда они не знали, что делать и чего ожидать. Смотрите, что они сделали. They came together. Они собрались вместе. They knew that the prophecies that were prophesied about the last time. Written in the book of Joel. Они знали о пророчестве, о последнее время, которое было написано в книге Иоиля. Но они не знали, как это все произойдет. I'm sure out of the 120, their faith started to waver. And some of them said, well, is God really going to send somebody to us? И я знаю, что среди них были люди, которых вера начала шататься. Они сомневались, действительно ли Бог среди нас? We've been waiting for a while in Jerusalem. It's really something going to happen. Мы уже ждем в Иерусалиме некоторое время. И действительно ли то, что он сказал, это все произойдет? But they came together. Но они собрались вместе. And they started to encourage each other. И не начали поддерживать друг друга. Let's continue to gather. Давайте будем продолжать собираться. Let's wait. God's word is going to come true. Давайте подождем, потому что Бог исполнит свое слово. And so when they would see a brother or a sister waver in faith, И когда они видели брата или сестру, который шатался в вере, A brother or sister who would start to doubt, Брат или сестру, который начал сомневаться, They would come together. Они собирались вместе. And they would encourage. Они поддерживали. They would pray together. Они молились вместе. And then one day, И однажды в один день, The Spirit of God came down. Дух Святой снизошел. It was powerful. Это было очень сильно. This picture also reminds me a little bit of our grandparents and our parents. И вот эта картина немножко напоминает мне историю наших родителей и наших бабушек и дедушек. They lived in a time where there wasn't a whole lot of scripture. Not everybody carried a Bible. Они жили время, когда они не было очень сильно много Библии. Bibles were confiscated and taken away. Библии забирались от них, конфискавывались. They lived in a time where they couldn't gather freely. Они жили время, когда они не могли просто свободно собраться. Many of the churches were closed. Многие церкви были закрытые. A lot of them were illiterate and they couldn't read a Bible even if they had one. И многие из них были неграмотные. Они даже не могли читать Библию, если даже они ее имели. They lived in a time of persecution. Они жили во время преследований. A lot of young people, they think it's tough and they fall under peer pressure when all their friends are drinking. Многие молодые люди думают, что это очень тяжело жить. Они падают от просто маленького давления своих сверстников, когда им предлагают выпить. Когда их сверстники курят марихуану и любят алкоголь, они просто не могут выжать давление от своих сверстников и просто падают. Но, дорогие друзья, представьте, когда общество вас отвергает. Это не просто ваши друзья. Это не просто четыре или пять человек. Но это ваши соседи, школа, ваш работодатель. Все вокруг думают, что ты какой-то ненормальный. И вот такое давление, в таком давлении жили наши бабушки и дедушки. И вы знаете, что держало их быть сильными? Они собирались вместе. И каждую возможность, какая только у них была. Early in the morning, late at night, in their houses, wherever they could. Только где они могли. They'd come together. Они собирались вместе. They would encourage each other. Они поддерживали друг друга. They would share the revelations that God had given them. Они делились откровениями, которыми Бог давал друг другу. Они молились за нужды друг друга. И поэтому они стояли твердо. Это была их сила. You know what's being attacked very seriously in our generation? Дьявол очень сильно атакует наше поколение. He's attacking Christian fellowship. Он атакует христианское общение. Он делает все, что только он может сделать, чтобы именно разрушить это. I remember when I was about 10 years old. And I think a lot of people can connect to what I'm about to say right now. И я думаю, многие люди тоже пережили то, что я вам сейчас расскажу. Я был маленьким ребенком, и как все дети, я любил играться очень много. And so I'd go to school, and when I'd be coming from school, I'd do my homework on the bus. I would do it on my recess. I would do it in class. И когда я ходил в школу, я пытался делать свою домашнюю работу на автобусе школьном, когда везли нас, или во время перемен. Потому что когда я приходил домой, я хотел играть, я не хотел делать уроки, я просто хотел играться. But something would happen, something funny would happen on Wednesdays and Fridays. Но что-то интересное происходило по средам и по пятницам. See, Wednesdays and Fridays was the days that my parents usually went to church. Среда и пятница — это обычно дни, когда мои родители ишли в церковь. See, and on Wednesdays and Fridays, I would have a lot of homework. You know what, I wouldn't do any homework on the bus, any homework on recess. I would try to collect as much homework as possible, so that I would do it at home. And what I would do is I'd bring it home and I'd tell mom and dad, I have so many things I need to do tonight. And you know what, every night, I would have enough homework just to reach until about 7 p.m. Because then I knew I was safe because mom and dad were gone to church. Friends, how many parents see this in their children? Don't be ashamed. We all do this. You know what, I think this is the beginning of the devil attacking our families and our sense of fellowship. Now, I'm not telling you this for you to persecute your children at home. I'm just saying this, this is how things get going. God makes church boring, I mean, the devil makes church boring for children. And children start to become afraid of church. Literally, they don't want to waste two hours being bored. And then this condition of the heart continues. And as we grow older, And as we grow older, What starts to happen is that we do the same things as adults. We have no problem get together to have a barbecue. To have a party. To chat with our friends over tea. To get together and watch a movie. To get together and watch a movie. This is all normal. And this shows that we don't have a problem with fellowship in general. And this shows that we don't have a problem in general having a conversation. But, Dear friends, How many of us are getting together to pray? How many of you guys get together when you're chatting over tea Are talking about what God's been revealing in your life? Sharing how God's been helping you. You just deal with what God's been helping you. Sharing your testimony. You deal with what God is doing in your life. You deal with what God is doing in your life. Encouraging your friend. You just deal with what God's been helping you. Finding out what's wrong in his life. You just deal with what God's been praying for each other. You're taking out the word of God. You're taking out the word of God. And saying, What does this word have to say for our time and our life? And you're saying, What does this word have to say for our time and our life? I'm not against us spending time together And just empty and vain socialization. I'm not against us spending time together And just empty and vain socialization. But what I'm saying. Is how much time do we spend Building each other up in faith. Но я хочу сказать Как много времени мы проводим Для того, чтобы Помочь Подняться в вере друг к другу. Verse number 42 In the second chapter of Acts. 42 стих Второй главы Деяния Апостолов. Earlier I read the verse That talked about The early church being strong When they had nothing. И я вначале читал Что церковь Она была крепка Когда у них еще ничего не было. Now verse 42 Is after they were anointed And had seen many miracles. Но уже стих 43 Говорится Когда уже на них было Помазание Святого Духа. И они уже видели Очень много Чудес. It says They devoted themselves To the apostles' teaching И деду говорится И они постоянно Пребывали в учении апостолов И в общении И в общении И в преломлении хлеба И в молитвах Постоянное христианство Оно построено На общении Бог никогда не планирует Что церковь была Просто по воскресеньям Бог хочет Чтобы вы собирались Так же во время недели Get together Especially young people Собирались вместе Особенно молодые люди Young married couples Молодые женатые пары I know you guys are busy Я знаю, что вы очень заняты I know that you guys Have a lot of things to do Я знаю, что у вас есть Очень много дел Которые нужно сделать You've got young kids You have to earn a living Вам нужно зарабатывать деньги Take care of things Around the house Также делать работу Вокруг вашего дома You guys come home In the evening And you're tired Вы приходите вечером Дома с работой Вы очень усталы But you know what If your church Is only on Sundays for you Ну, дорогие друзья Но если церковь Только будет по воскресеньям You're going to be weak During the week Вы будете очень слабы Во время недели And the devil's going to attack you И дьявол будет просто Атаковать вас And he's going to destroy Your faith И он просто разрушит Вашу веру You ever wonder Why things are just so bad In your spiritual life И ты просто можешь потом удивляться Почему так плохо происходит В моей духовной жизни It's because during the week You're a sleeping army Потому что во время недели Ты просто как спящая армия Earlier during worship We heard that christian life Is like a battle И раньше Во время прославления Мы слышим Что христианская жизнь Это как война Как битва Do you imagine an army That only fights on Sundays Представьте армию Которая воюет Только по воскресеньям That army isn't going to be Around for very long Эта армия Она не продлит Свою жизнь очень долго If you want to stay strong In your faith Если ты хочешь быть Сильным в вере During the week Во время недели Find some time Найди время Gather your friends Собирайся Своими друзьями Pray with them Молися с ними Take your relatives Gather together Собирайтесь вместе Seek God together Ищите Бога вместе That way When you're going to Come here on Sundays You're not going to Spend the entire time Saying Jesus Forgive me And then going back To the same way И потом обратно Возвратишься В то самое место Friends The strength of the early church Is that they were always together Because they were always together Church was every day of the week That was their strength Some of us complain That there's not enough Evangelism in our churches Some of us complain There's not enough evangelism In our churches The best way to evangelize Is when you invite Your un-Christian friends Your neighbors Your co-workers Your schoolmates And you say Come to my house Today we're going to study the Bible We want to show you That Christian fellowship Can be fun We're going to have a good time We're not going to party With alcohol We're not going to party We're going to have a better time Than you've ever seen The next thing I want to speak about Is living in favor Второе что я хочу Это жить в любви I want us to read From chapter 2 Verse 44 And lower Давайте прочитаем Вторая глава Деяния апостола Стих 44 И ниже All believers Were together And had everything in common Все верующие были вместе И имели все общее Friends These were the first communists Дорогие друзья Это были первые коммунисты They had everything in common Они все имели общее I know that the Soviet rule Tried to pervert What communism is about Я знаю, что советская власть Она немножко изменила Или просто надругалась Что такое коммунизм But the early church Had everything in common Но в ранней церкви Все было общее They sold property And possessions To give to anyone Who had need Они продавали свои имения И раздавали все Кто имел нужду Every day they continued To meet together In the temple courts И каждый день Единодушно пребывали В храме They broke bread In their homes Преломляли по домам хлеб And ate together With glad and sincere hearts Принимали пищу Веселье и простоте сердца And I want you to pay attention To verse number 47 И я хочу, чтобы Особое внимание Обратили на 47 стих This is continuation Of the last thought Praising God And enjoying The favor Of all the people Хваля Бога И находясь В любви У всего народа Enjoying the favor Of the people Находясь В любви У всего народа If you want You can underline This in your Bible If you want Подскажите Вот эти слова В своей Библии This is the difference Of the early church From today's church Вот это есть разница Ранней церкви От церкви Сегодняшнего времени They were in favor Of the people Они находились В любви У всего народа The way they lived Как они жили The church Distinguished itself By living What they preached Церковь Она отличала От себя От общей массы Именно потому Что они жили Так, как они говорили They preached love Они проповедовали Любовь And they lived love И они жили По любви Дорогие друзья Мы называем друг другом Братья и сестры And it's a formality И часто это просто Формальность We say it from the pulpit Мы говорим Это с кафедры It has become Something of a A national greeting И также Когда мы говорим Каком-то It's a cultural greeting Это просто Как бы культурное приветствие But the early church Но ранняя церковь Took this to heart Она брала Вот эти слова В свое сердце When they said Brother and sister Когда они говорили Брат или сестра They meant it Они это имели в виду They were willing to share With you Like with their brother And sister Они были готовы Поделиться Все, что они имели Как со своим родным Братом или сестрой That was the condition Of their heart Вот это было состояние Ихнего сердца And so all the people Surrounding them И все люди Которые были вокруг их Jews and Gentiles Евреи и язычники Они смотрели на вот этих христиан И они смотрели на вот этих христиан И ничего не могли найти Что-то плохого среди них They might not have understood Their teaching Or their theology Возможно Они не понимали Их не учение Или их не теологию But they understood That these people Set an example With their life Not just their words Но они знали Что эти люди Показывают пример Свою жизнь А не просто словами Они жили Самоотверженно Они жили Showing care And love For each other Они показали Любов Друг другу Where the world Was evil They were kind Когда весь мир Он был злой Они были добрые Where the world Was selfish They were loving Когда этот мир Был просто эгоистичный Но они были Любве вильными Where the world Was selfish They were giving Когда этот мир Был эгоистичный Но они давали As a church And as a culture We put a lot of emphasis On the exterior Как церковь Как культура Мы очень много Сильно даем Ударение На внешние вещи We pay attention To the way things look Мы очень смотрим Мы очень сильно Даем Придаем внимание Как вещи смотрятся Clothing Worship service style Как мы одеваемся Стиль прославления Quality of singing Качество пения Quality of preaching Качество проповеди The sanctuary That we meet in Именно зал Или место Где мы собираемся And this is all good Но это Все это хорошо Но ранняя церковь Она на это Не фокусировалась Ранняя церковь Церковь Была заинтересована В отношениях Между людьми This is what Identified the church Это то Что определяла Церковь And friends This is what Love is all about Дорогие друзья Вот это и есть Любовь It's about Putting the needs Of others Before yours Это положить Нужду Другого Вперед Чем твоя Личная Нужда It's a changed Way of thinking Это измененное Мышление We're set up To worry About ourselves Мы очень часто Просто переживаем Волнуемся За себя And we worry And worry And worry And then we finish Worrying about one thing And we worry About the next thing But all it is Is worrying About things Concerning ourselves Мы переживаем Волнуемся Волнуемся Перестали За одну Проблем Волноваться Начинаем За другую Проблем Волноваться Но это все Все Только о нас Лично Но что-то должно Измениться Через Дух Святой Это Как мы Относимся К тем вещам Которые Мы имеем Это Понимание Того Что вещи Материальные Вечи Которые Мы имеем Это Не Наши Это Все Было Данно Нам Богом Для Нас Чтобы Мы Это И И Чтобы Благословляли Других Мы можем Давать То Что Мы Данно Нам Все Что Мы Данно Чтобы Мы Данно Мы Этим Могли Служить И Как Верующим И Как Неверующим Одинаково Чтобы Могли Просто Показать Без Суждения Сострадания Давать Наше Время Our Attention Наше Внимание Our Love Our Kindness Our Finances Our Prayers Our Intercession Our Chodotaystwo Starting From Our Family Our Church Our Unbelieving Friends Our Unbelieving Friends Our American Society That Has Been So Good To Us We Need To Start Giving Back Giving Back The Blessings That God Has Given Us Do Not Be Poor On Our Words Of Blessing But To Stand Up And Be A Light And An Example To Everybody Around Us Friends This Is Going Accurately Represent Christianity Because When We Read Out Of Luke Chapter 2 The Last Part Of Verse 47 Says And The Lord Added To Their Number Daily Those Who Were Being Saved And God And God Ejegener Delag Spas A CERKWY When We Are The Example God Adds God Dейств God Adds People To The Church God Adds People To The Church Because Our Human Hypocrisy Is No Longer A Barrier We Need To Ask God To Change Our Hearts The Last Thing I Want To Talk About Living In The Spirit This Is The Third And Final Thing We Are Going To Talk About That We See From The Early Church The Early Church Was The First Church That Received The Outpouring Of God's Spirit The Early Church It Was The First Church That It Was The Thing That It Did Is Impassion Their Hearts It Changed Their Hearts They Were Able To Do What They Were Able To Do Because Their Hearts Were Changed By The Spirit Of God They Didn't Run To Meet Every Day Because Somebody Told Them To Do It They Didn't Come Together And Pray Every Day Of The Week Because Somebody Had Asked Them To Do It Because The Pastor Had Directed The Church No They Did It Because The Spirit Of God Had Convicted And Changed Their Hearts They Weren't Giving And Loving And Caring Because They Were Just Such Good Natured People No Their Hearts And Their Lives Were First Of All Changed By The Outpouring Of The Spirit Of God They Allowed Their Hearts To Be Transformed By The Power Of God We Often Times Connect The Outpouring Of The Spirit Of God We Prophecy To Speaking In Tongues To Healing And To Miracles But What I Want To Show You Today Is That The Spirit Of God Gives Much More The First Thing It Did Is It Drove Them To Gather Every Single Day Because They Couldn't Get Enough Of Jesus It Gave Them A Heart That Was Loving And Kind They Wanted To Share And Give To Others Who Were In Need They Weren't Filled With Jealousy Because The Spirit God Had Transformed Their Way Of Thinking These Are The Results Of The Outpouring Of The Spirit Of God And Then There Came The Outpouring Of Power When Peter Stood Up To Preach He Quoted Joel Chapter 2 And He Said In The Last Days God Says I Will Pour Out My Spirit On All People Verse Number 17 17 Your Sons And Daughters Will Prophesy Your Young Men Will See Visions Your Old Men Will Dream Dreams And He Continues Peter Sermon Was Powerful And The Scripture Says That It Cut The People To The Heart Friends We Need Our Words To Come Alive We Live In The Age Of Information And There Is So Much Information Out There But This Information Is Powerless To Change Lives It Moves People From Church To Church In Slavic Churches And American Churches And Churches Around The World We Need A Word That Is Going To Be Anointed By The Holy Ghost A Word That Comes As A Revelation Into Your Heart And It Has The Power To Cut To The Heart Of Humans That Early Church Was Anointed With Miracles And Wonders And All Of This Was Due To The Power And Anointing Of The Holy Ghost God Was True To His Promise Because He Said I Will Pour Out My Spirit On All People Underline Those Words On All My People On On All My People Not On Somebody Not On A Pastor Not On A Preacher But On Every Single Person God's Spirit Is Not Limited God's Anointing Is Not Limited God's Anointing Is Powerful And I Feel Like The Book Of Acts Was Written To Stir Up A Zeal And A Passion In The Church Of Today So That We Would Look Upon What Was Happening In The Early Church And Say This Same Promise Is True For Us Today This Is Not For Some Different Time This Is For Me This Is For My Family This Is For My Life This Is For My House And Like The Early Church I Will Wait For It As Well I Will Wait For God To Pour Out His Anointing I Will Seek It On My Knees I Will Be Consistent About It Because I Believe In His Promises I Will Be Be In This Audience A Couple Months A I Was Sitting In This Audience And I Was Listening To A Sermon From This Pulpit And The Word Touched My Heart God Convicted Me And The Word Was About Seeking The Power And The Gifts Of God It Is The Fact That All The Gifts Were Given To The Church To Use And We Don't Use Them Before I Used To Pray God I Pray This Very General Prayer About The Manifestation Of His Power And But Something Changed Me The Spirit Of God Convicted Me He Said Sir You Have To Pray About You Being In The Power Of The Holy Ghost Not The General Church I Want To Work With You As A Person As A Church And A Lot Of Pastors And I Feel This Sometimes Too Sometimes We're Afraid Of Things We Don't Understand And As A Church We're Often Limited At Tongue Speaking A Little Bit Of Prophecy A Little Bit Of Visions But We Don't Move In The Entire Power Of God We're Not Moving In All His Promises And We're Afraid Of These Things Because We Don't Understand Them Completely And So We Dabble A Little Bit And Dabble A Little Bit Here And Then We're Okay I There's People In The Church That At One Time Prayed For The Baptism Of The Holy Ghost I Know There's People In The Church Who At One Time Prayed For The Baptism Of The Holy God And When They Did Not Receive It They Said That's It I'm Going Stop Praying About It I Can Live As A Christian Just Like This I'm Just Fine This Is Not What Acts Chapter 2 Is Trying To Tell Us It's To Tell Us That The Spirit Of God Should Be Manifested In Every Life That Is What God Has In Store For You That Is His Promise Do Not Be Afraid Take It First The Written Word First The Written Word Start To Believe In The Word That Is Written Start To See God Daily And Then When He Speaks Into Your Heart Be Obedient To His Call And Let Him Move Through Your Life For The Benefit Of Your Self For The Benefit Of Your Family For The Benefit Of The Church And For The Benefit Of The Salvation So The People Don't Know About Christ The Last Thing I Want To Talk About In Today's Sermon I Want To Turn To Many Young People Many Years Ago I Went To A Bible School We Had 62 Students One Of The Things That Shocked Me About Our Student Body At A Bible School Was The Following Out Of 62 Students And Mind You This Is Out A Bible School There Was Only A Handful Of People That Ever Saw Themselves Seriously Ministering To God In The Future There Was A Handful Of People That Saw Them As Evangelists Prophets Or Pastors The Rest Of Them Were There In Bible School And Some Of Them Thought Maybe I Going On A Mission Trip Somewhere Right Now I'm Just Drawing Conclusions I'm Not Really Sure Why Their Hearts Were The Way They Were Maybe The Churches They Came Out Of Didn't Look Up On Young People Seriously Maybe Young People Were Always Viewed As Someone Not Serious Kind Of A Nuisance On The Side That Young People Are Immature Maybe Maybe There Was An Opinion That What The Young People Did Was Just Not Completely Serious I Have No Idea But These Young People One Thing That I Do Know That They Didn't See Themselves Seriously Serving God In Their Future Life They Were Going To Be In The Church But They Didn't See Them Taking On Ministry And Now I Look Upon This I See Something Very Wrong In Some Aspects I See How That Has Affected My Life I See How It But I Think God Has Something Different In Store For Young People Today Young Person God Takes You Seriously God Knows He Can Use You From A Very Young Age He Sees Your Mistakes He Sees Your Faults They Might Be A Little Bit Easier To See Than Some Of The Adults Mistakes They Might Be A Little Bit Easier To See Than Some Of The Adults Mistakes But God Sees Them And God Sees Who You Are And He Knows That You're Imperfect But God Knows That His Power Of His Blood Can Transform You That His Spirit Can Change You And He Wants To Use You But He Wants You To Change The Way You Look At His Calling And I This Needs To Happen For Our Generation For The Young Generation Growing Up They Need To Change The Way They Look Upon Jesus In His Call They Need To Take It Seriously That Means From Today Young People That Means From Today You Start To Plan Your Life Differently You Plan Your College And Your Education Around God's Calling You Plan Your Marriage And Your Dating And Your Relationships Around God's Call I Remember When I Was A Young Man I Was Chatting With A Young Girl And I Said To Her You Know What In My Heart I Know That God Is Going To Something Great And I Willing To Abandon Whatever I Have To Follow His Call I Said I Don't Care About A Four Bedroom House With Three Bathrooms And A Three Car Garage I Am Ready To Give All That Up And This Young Girl I Was Speaking To You Know What I Don't Feel The Same Way Young People Treasure The Calling That God Has Upon Your Life Plan Everything You Do The Way You Act With Your Friends The Way You Act In Your School The Career You Choose The Person You Marry Around God's Calling Plan The Movies That You Watch The Music That You Listen To Everything That You Do The Purity That You Have Around God's Calling On Your Life God Has A Serious Calling Upon You He Can Use You As You Are He Doesn't Use People's Strengths He Uses Our Weaknesses I Want Us To Stand Up As A Church I Don't Want To Make An Altar Call For People Who Are Sinners And Want Forgiveness You Can Come Up And We Pastors Will Pray For You But I Want To Make A Call For Something Else Specific If You As A Young Person Have Never Seen Yourself Seriously In Ministry And You Might Be Already Married You Might Be Single But To This Day You Have Never Really Seen Yourself You Never Imagined Yourself You Never Thought Hey God Is Calling Me To This I Want To Change The Way I Live I Want To Change The Way How I Want To Do Things Just Because I Want To Fulfill His Calling I Want to Make a Call Out To Today You've Been Convicted Your Heart's Been Convicted And God Has Spoken To You And Said My Friend You've Been Planning Everything The Wrong Way You've Been Planning Around The Wrong Things But Today I Want Something To Change I Want To Start Planning Around My Calling I Want To Start Planner Your Life Around My Call I Want To Invite You To Come Forward I Want This To Be A Serious Decision Where You're Going To Say I'm Going To Live My Life Differently If God Has Put On My Heart To Be An Evangelist I'm Going Be An Evangelist If God Has Put On My Heart To Open A House For Orphans I'm Going To Open A House For Orphans If God Has Put On My Heart To Be A Pastor I'm Going To Be A Pastor If God Has Put On My Heart A Calling To Be A Prophet I'm Going To Be A Prophet Do You Know That Pastor Is Not An Appointment It's A Calling You Know How Many People Are Sitting In The Pews Of A Church That Were Called To Pastor And They Never Answered The Calling That Was Put On Their Life And The Calling Of God Has Been Wasted By Young People If You Are Serious About Changing Everything You Do Around The Calling Of God I Want To Tell Tell You That God Is Calling You Today I Am Not Talking To The Uncommitted If Your Heart Is Wavering Do Not Come But If Your Heart Is Serious I Want You To Come Forward Today God Is Calling You Today To Come And Say My Life Is Going To Be Differently It Is Going To Be Built Around God's Principles Around God's Calling Dear Church We Begin To Pray And If God Is Convicting Your Heart Today To Change The Way You Live Your Life In Your Planet Young Person Do Not Let God Wait But Come To Him And Say God I Am Going To Do Things Very Different Very Seriously Different My Friendships Are Going To Be Different My School And Career Planning Is Going To Be Different The Way I Build My Family Is Going To Be Different The Watching The Music I Going To Is Going To Be Different The Places That I Going To Go Is Going To Be Different The Way I Going To Live Is Going To Be Different Hallelujah Dear Church Today We heard What God told us Through 2nd Apostles One of The strongest thoughts Дух Святой Дух Полагает На Наши Сердца Это То Что Мы Призваны Богом И То Что Мы Нашу Жизнь Должны Строить Вокруг Его Призвания Вокруг Зова Духа Святого А Не На Оборот Дорогие Друзья Мы Молимся Мы Молимся Мы Молимся Я Просто Хочу Чтобы Каждый Человек В Своем Сердце Наблюдая Над Своей жизнью, проверяя решения, которые он делает, маленькие и большие, проверял, действительно живу ли я, отвечаю ли я на призыв Божий, вижу ли я серьезно себя в призвании Божьем, реагирую ли я на зов Духа Святого в мою жизнь, или игнорирую я, или я заботчу не о своими делами, а заботчу не о своими планами, а заботчу не о своими мечтами, или действительно я готов строить свою жизнь, строить свою будущность, строить свою семью, свою карьеру, свои дела вокруг Божьего призвания на мою жизнь. Это есть серьезное, серьезное призвание, которое Бог полагает на нас, Альфа amo, которые 50 карьеру, все еще давяло, Caточку нового. Продолжение следует...